Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет второй расклад на тему «Стоит ли продолжать с ним отношения?». Загадайте, задумайте мужчину, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если есть фотография, посмотрите на фотографию. Я сейчас посмотрю, что же за мужчина на второй. Показали нам, что мужчина воздушного знака зодиака, достаточно умный человек, целеустремленный, способный преодолевать многие препятствия. Отличается своими лидерскими качествами и умением распоряжаться своими финансами. Лидер, который сумел завоевать себе авторитет. Возможно, у него есть уже какой-то жизненный опыт. Но если у мужчины происходят какие-то нехорошие ситуации, он может быть становиться намного жестким, чем есть, немного конфликтным. Также мужчина может перешагнуть через что угодно ради своих принципов, которые ему кажутся правильными и полезными. В такие какие-то критические, нехорошие ситуации он может становиться хитрым и холодным. Также на данный момент показывают, что мужчина не совсем готов брать на себя ответственность. Пока он смотрит на себя и ставит в приоритет свои интересы. Также в ближайшее время, если между вами было что-то непонятно, сейчас у вас будут прояснения в отношениях. Также показывают, что у человека есть хорошая интуиция, чуть-чуть ее. Для многих показывают, что сейчас у вас отношения никуда не движутся. Наметилась какая-то кризисная ситуация, связанная с недомовками. Возможно, вы не доверяете ему и немного отстраняетесь. Есть у вас друг к другу, и у него и у вас обиды и претензии. И вы пока это не обсуждаете. Давайте на вопрос, стоит ли с ним продолжать отношения. Итак, сразу карты показывают, что к вашим отношениям нужно подходить с точки правильности и справедливости. Показывают, что мужчина к отношениям немного подходит критично. То есть много критикуют, возможно, вас, может, какое-то ваше поведение. Хотя в целом он относится к вам искренне. Ему карты подсказывают, нужно научиться уважать ваши пристрастия, ваши интересы. Ему нужно научиться идти на какие-либо уступки. Если что-то случается между вами, постараться уладить тело мира. Сейчас у вас идет такая стадия отношений, когда идет проверка на прочность. То есть, возможно, мужчина вас проверяет. Также показывают, что мужчина, скорее всего, борется за место лидера в ваших отношениях. Для некоторых также показывают, что в вашем окружении, возможно, есть такие люди, которые имитируют свое хорошее отношение к вам. Как бы стараются не то, чтобы навредить. Допустим, если у вас какая-то ссора, они, наоборот, ее еще делают больше, чтобы она еще больше как бы разгоралась. Возможно, кто-то из них преследует свои интересы. Сейчас, на данный момент, в ваши отношения, опять же, вмешиваются какие-то внешние факторы, которые вносят в ваши отношения разлады и сомнения. Скорее всего, проблемы между вами уйдут сами собой, но для этого нужно время. Для некоторых, возможно, много времени. Несмотря на это, карты показывают, что вы два любящих человека, что вы можете найти общий язык. Даже после ссоры, конфликтов вы можете сделать свои отношения гармоничными и душевными. Также показывают, что в ваши отношения вмешиваются другие люди. И, возможно, эта внешняя проблема состоит, может быть, из социального неравенства. Может быть, у вас есть несоответствие характеров. То есть сейчас, на данный момент, карты показывают, что не время решать, выяснять отношения. Не время это. Нужно, чтобы немного всё уладилось, успокоилось, утихомирилось. Через какое-то время, в любом случае, вам нужно будет поговорить. Ни в коем случае лично вам карты не советуют заниматься самоанализом и занижать свою самооценку. А вы так, кто вы есть, и вы сильный человек, вы сможете со всем справиться, и у вас также присутствует женская интуиция. Поэтому, в любом случае, если вам мужчина дорог, нужно немного подождать, как бы выждать время, и затем уже вызвать мужчину на разговор. Давайте ещё посмотрим оракул. Оракул нам тоже говорит, что между вами есть притяжение звезда-мечта. То есть вы для мужчины желанная женщина, он о вас мечтает. Вы для него яркая звезда. Но сейчас в ваших отношениях появился холод. Скорее всего, для большей части это из-за внешнего вмешательства. Если же сейчас вы будете выяснять между собой отношения, то ни к чему это не приведёт. Мужчина наденет маски. И то есть искренне то, как есть на самом деле, всё равно ничего не выяснится, и он вам ничего конкретного не скажет. То, что вы хотите услышать. Не то, что вам нужно. Между вами есть притяжение в любом случае. Несмотря на недомовки, он к вам очень хорошо относится. Вас притягивают друг к другу. Но на данном этапе показывает, что не время. То есть у каждого у вас своя ситуация. Вы смотрите сами. Но сейчас отношения у вас так, как вы хотите, продолжаться не могут. То есть вам нужно подождать немного. Пусть мужчина разберётся сам в себе. Возможно, он запутался. Либо же он должен понять, кто для него важен. Вот это вот его окружение, которое ему вечно мешает. Что-то, может быть, наговаривает, нашёптывает, не знаю. В общем, вмешательство. Он для себя должен выставить чёткий приоритет, кто для него важен, ценен. Через время вам получится вместе поговорить, и вы уже всё выясните. Ну вот так показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго.